Губернатор Сергей Морозов побывал с рабочим визитом в Кузоватовском районе. Здесь реализуется несколько крупных дорожных проектов. Они включают в себя не только ремонт магистралей, но и обновление мостовых переходов. Есть подвижки и в здравоохранении. В селе Еделево заработал новый офис врача общей практики. Подробности у Эдуарда Истомина. В Кузоватовском районе наводят мосты. Новые переправы соорудили в селе Тамылово. Раньше здесь был временный переход. Его вызвали после того, как прошлой осенью обрушился старый мост. В области быстро отреагировали на сигналы сельчан. 7 января, и буквально они ударными темпами работали, молодцы, потому что тут и погодные условия, но всё же зима. Но они как сказали, что к этим поводку будет готовый мост. Они всё сделали. Молодцы строители. Губернатор осмотрел новый объект, а заодно обещал помочь местным тосовцам в благоустройстве парка. Следующая точка – строящаяся переправа между селами Большая и Малая Борла. Она соединит Кузоватовские и Теренгульские районы. Для местной экономики это плюс. Вначале был старый мест. Его всегда сносило. И движение на период паводка у нас всегда останавливалось. А сейчас это будет постоянно. Это будет постоянный хлеб, молоко забирают. Бирают торговли, идёт в магазины. Да даже родственники, Малая Большая Борла, родственники ходят туда в гости. На данный момент установлены опоры и подпорная стенка. Также ведётся отсыпка сопряжения моста с насыпью подходов на опорах. Строительство завершат в сентябре. А уже в будущем году отремонтируют дороги в сёлах. В Малой Борле к тому же просят провести газ. И заодно давайте отдельно посмотрим по этому газовому вопросу. А вот в селе Еделево свои радости. Здесь построили новый офис врача общей практики. Недавно он прошёл лицензирование и теперь распахнул двери для местных жителей. Губернатор Сергей Морозов интересовался работой персонала в условиях пандемии. Хорошо, что со средствами и дедами защиты? Маски есть, плотечённый костюм есть. Процедурный смотровой кабинет, а ещё специальный кабинет для приёма детей. Новый офис врача заменил старый ФАП, который пришёл в негодность. Здесь есть горячая вода и сушилка для рук. Оборудовали и аптечный пункт. Так что с лекарствами нет проблем. Эдуард Истомин, Вести Ульяновск, из Кузоватовского района.